Продолжение следует... 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 Это нужно по той простой причине, что обычно мы изначально так не воспринимаем мир вокруг нас И поэтому мы когда подходим к портрету, у нас все косое-кривое и непонятно какой формы Так вот, действительно воспринимать мир как набор конструкций в первую очередь нужно, конечно, нам Для того, чтобы мы и человеческую натуру, это и портрет, и фигуру человека Стали тоже воспринимать как набор конструкций, просто более сложных, с более сложными формами Ну, в каком-то смысле можно сказать, что человек это гигантский набор лего Много-много-много прикрепленных разных форм Конечно, такой взгляд не решит всех проблем, но он добавит очень полезные вещи Для этого нам, в принципе, нужно рисование геометрических тел, чтобы просто запустить такой процесс мышления Сами же навыки конкретные, рисование кубика, призмы и так далее Зачем нам нужны вот эти навыки? А вот эти совсем как раз навыки конкретные, то есть методы рисования призмы, кубика и прочих тел Нам, на самом деле, скорее всего, в нашей жизни почти не пригодятся Сейчас представляю себе сразу гневные комментарии наших зрителей о том, что А как же, а вдруг домик придется рисовать и так далее Безусловно, может в один ситуация, что вам это будет полезно Но, конечно, это не является каким-то очень-очень важным фактором Почему же, соответственно, возникает тогда вопрос Мы так мучаемся И почему же вот это вот требование есть Рисование кубика, рисование призмы и так далее А потому что мы должны с вами научиться концентрироваться и прикладывать усилия И вот на этих вот заданиях это достаточно удобно Ну, по крайней мере, с точки зрения преподавателей Мы, конечно, когда осваиваем, нам это все неудобно Нам это удобно, когда это давно уже за нашей спиной И когда мы сами становимся преподавателями, тогда для нас это становится тоже удобным Но, тем не менее, мы же, пытаясь нарисовать кубик Мы же вынуждены, во-первых, ухватить пропорции Ухватить верно разворот предмета В пространстве по отношению к нам Это не так просто, особенно если кубик в ракурсе Есть кубик в ракурсе, интересно? Кубика в ракурсе тут нет А на самом деле, любые предметы желательно еще и в ракурсе рисовать Потому что это сложнее Мы вынуждены найти каждую точку более-менее Чтобы у нас получилась перспектива И соотнести, продлить линии в перспективу Чтобы все это дело сходилось Конечно же, это очень нам полезно Почему? Потому что именно эти навыки Они потом на человеческой натуре И вообще на любой более сложной натуре Будут просто очень нужны Только человеческая натура на самом деле намного сложнее кубика И с этой точки зрения Можно себе представить Что как бы мы не мучились с кубиком первое время На самом деле он не такой уж сложный Просто в нем есть такое свойство Что цена ошибки велика Немножко ошибся и уже он не совсем кубик Вот такое его свойство Но немножко, видите, тут даже Атония Как бы что-то такое Как бы в Тоне он решен Я, честно говоря, не имею сейчас времени Чтобы все это читать, конечно Но и это будет тогда уже не обзор А просто пересказ книги Если мы все с вами будем разбирать Каждую главу Вот дальше идет рисование тела вращения Тут, конечно же, разбирается тема эллипса Да, а перед этим здесь, видите Построение призмы Построение призмы чем полезно? Дело в том, что сама человеческая голова Вот если нам представить обрубовку Если нам представить обрубовку То она в каком-то смысле В каком-то смысле Может собой напоминать призму Что множество плоскостей Соединенных в одно целое Такая выпуклая форма Поделенная на плоскости Видите, ну как бы отдаленная перекличка Вот это место В частности, похоже Оно есть И получается, что Конечно же Мы не сможем голову строить Вот так же, как призму Правильно все направляя в перспективу По той простой причине Что голова, она Формы не такие у нее простые Эти планчики, да Они не совсем прямоугольные И с этой точки зрения Перспектива здесь проявляется лишь Как принцип Но мы не можем все эти линии В перспективу запустить Разве что вот эти Воображаемые горизонтали Вот эти можем запустить Когда рисуем голову в три четверти Вот Но тем не менее Вот само это мышление Что ты здесь побился Побился за призму За то, чтобы ее верно ухватить Построить Вот сам вот этот навык Он нас закаляет Делает нас сильнее Тут, конечно, может возникнуть вопрос А почему же я так страдаю? Почему же мне так плохо? Я вынужден вот это Это же я могу все это понять То, что вы рассказываете Теоретически Мне этого довольно Я уже это понял Все Пустите меня уже рисовать натюрморты А лучше всего Гипсовые головы А еще лучше живой портрет Если можно То с фотографией Но нет Дело в том, что Понимаете Ведь понять-то мало Представьте себе Что мы с вами понимаем Как подтягиваться Мы понимаем Как Не знаю Пробежать там Несколько километров Мы понимаем Как быть Как красиво играть музыку Но это не дает нам навыков Именно поэтому Нужно прикладывать усилия И с этой точки зрения На самом деле Преподаватели Очень милосердные Люди Они Относительно простые Задания нам дают Другое дело Что преподаватели Должны Конечно же И требовать Понимаете Вот этот момент Поэтому Вы не пытаетесь За счет книги Обойтись Вы конечно Старайтесь найти Преподавателя Который был бы Требователен И С вами возился Вот И Ну На самом деле Дело не только в голове Вот У нас появилась Камера не перенастраивать Обрубовочная модель Торса Так вот На самом деле В общем-то Все делится на планы В окружающем нас мире То есть Человек Он как бы С одной стороны Гладкий Да С другой стороны Он имеет эти планчики Вот Поэтому Геометрические тела Как бы должны быть Чтобы мы научились Таким образом Мыслить Просто Вот А те трудности Которые мы преодолеваем Рисуя геометрические тела Они нас просто закаляют Понимаете Вот Далее Встает вот эта вот Знаменитая тема Эллипсов Здесь очень важная мысль Подается О раскрытии эллипса И вот Затем Наш Зритель нам Подсказал Что Как бы Автор книги Горизонтальную ось Эллипса Запускает Через середину Круга Вот И что Конечно На самом деле Ну я думаю Что тут проблема Просто в терминах Потому что Одно дело Это средняя линия Круга То есть Делища переднюю И заднюю половинки Конечно Передняя половинка Будет больше Она будет не посередине И это видно на квадрате Просто здесь На этой схеме Почему-то не очень видно А соответственно Ось эллипса Она как раз посередине Потому что Ось эллипс Это что такое Просто линия симметрии Которая нам позволяет Построить эллипс симметричным Поэтому Вот То Что пересекает Этот квадрат Диагоналями Выявляя середину Соответственно Не делит Квадрат На верхнюю и нижнюю Одинаковые половиночки Переднюю и заднюю Одинаковые половиночки Визуально одинаковые И эллипс тоже Эта половиночка Больше Конечно Но вот эти уголочки Они ниже Чем эта линия Они как раз попадают На серединочку Которая здесь Не нарисована Да Середину эллипса Но Там разница Минимальная Понимаете Поэтому я думаю Что Самый-то главный момент Вот какой Люди Я пока учился Вообще об этом Не задумывался Потому что Других проблем полно И Надо понимать Что эллипсы То уйдут И никогда Вы их в жизни Особо не примените Вы даже Жу-жу в натюрмортах Будете их рисовать Скорее всего Левой ногой Если преподаватель Будет не очень требователь А вот мышление Геометрии Оно останется Вот этот момент Очень важный И собственно В этом смысл Вот Мышление Геометрии Нам надо запустить Поэтому Надо понимать Конечно Что Мы-то можем Воспринимать Все равно В основном Через частности К сожалению А Подается Мысль Как бы Общая Она гораздо важнее Но Может возникнуть вопрос А как же нам Эту общую мысль Воспринять Все равно Через конкретные вещи Это да Но дело в том Что конкретные вещи Всегда будут содержать Себе маленькие ошибочки Понимаете Поэтому мы Двигаясь через конкретные вещи Мы Все равно Наш путь Лежит дальше И мы сами Не будем делать Ни один из этих этапов Идеально Скорее всего И будем расстраиваться А потом Когда дойдем До фигуры человека Портрета Еще там лет Несколько Порисуем Хотя бы То мы поймем Что ничего страшного В этом не было Что мы каждый этап Не делали идеально Так что задача-то Наша не в этом Наша задача Не в том Чтобы наши рисунки Стали иллюстрациями К учебнику А чтобы Немножко запустить Какой-то процесс мышления Вот Поэтому давайте же Будем Просто радоваться И пытаться По мере сил Делать эти задания Хорошо Помятую Что рисунки Геометрических тел Довольно быстро пройдут Всевозможные Вот такие рисуночки Из воображения Тоже очень полезны Даже если там Что-то будет неправильно Вы поймите Правильность этих рисунков Вернее сила этих рисунков Она не в их правильности Она в том Что вы воспринимать Начинаете Как структуру Ну и каких-то уж Совсем грубых ошибок Конечно не делаете А так что Совсем не ошибаться Не получится Дальше Здесь замечательная Тема разбирается Святотень Она конечно Является очень важной И может быть Для тех Кто собирается Заниматься Живописью графикой Допустим В жизни А не скульптурой Она является Может быть вообще Ключевой Во многом И первые годы Недооцененной Этот момент Надо понимать Потому что Всех же подстерегает Тональная путаница И она будет длиться Дай бог Всего несколько лет Алкал Если очень много Над собой работать В большинстве своем Больше Вот разбираются Основные моменты Святотень Тоже схема шара Нам чем важна Тем как Распределяется Святотень На шаре А для чего Не для того Чтобы мы шарик делали А то что На объемных предметах Вот этот вот принцип Он просто продолжает работать Просто поскольку У нас Святотень С вами в жизни Не из одного источника Как правило Много источников света То все это работает Не так жестко И более смешанно И более сложно А что нам действительно Нужно Нам действительно Нужно научиться Святотень Уже на периоде Натюрмортов Конечно же Брать хорошо Победив Тональную путаницу Этот момент важный Давайте посмотрим Что здесь дальше Идет Рисование группы Геометрических тел Вот что касается Группы геометрических тел Тут основной момент Конечно Который мы должны понимать Что мы Это как раз Ведет нас К пониманию Более сложных форм В том числе И человека Который как раз Представляет собой Комбинацию Геометрических тел Поэтому помимо Каких-то там Сложностей Перспективы И так далее Основной момент При рисовании Группы геометрических тел Это в том Что мы должны Это воспринимать Как единый объект Что это не это И это А это вот это Все вместе Ну и конечно Чем их больше Тем класснее Ну и В общем-то Нарисовать не один Такой объект Это неплохо С другой стороны С таким же успехом Можно какой-то Сложный По строению Предмет Нарисовать Неудобный Например Там Не знаю Мясорубку Допустим Да Или там Такое Знаете Есть такие мясорубки С креплением к столу Но они даже будут Посложнее Конечно Чем эта группа Геометрических тел Да и собственно Даже бытовые предметы Видите Вот вам набор Геометрических тел В частности Когда мы рисуем Вазу Мы должны Какие вазы Вот такого типа Лучше всего Типа горшков Потому что На них видно Что это набор Геометрических тел Да и в общем-то И везде Во всех Во всех объектах И вот Получается Что вот Рисование группы Геометрических тел Или натюроморта Из геометрических тел Как раз Является шагом В эту сторону Очень хорошо Когда мы Даже и делаем Наброски С каких-то Бытовых предметов Но Понятное дело Что здесь Эти иллюстрации Это просто Как Схема Поясняющая мысль Не примеры рисунков А схема Поясняющая мысль Ну во-первых Таких Графичных рисунков Четких Наверное Скорее всего Ни у кого Никогда не будет В учебный период А во-вторых Мы все-таки В учебный период Сейчас пока Должны делать Длительные рисунки С длительной Светотенью Ну вот Скорее вот Такого типа Только понимая Что в данном случае Эта иллюстрация Все-таки Она выглядит резче Чем реальные рисунки И мы конечно Должны делать набросочки Обязательно Примерно той же натуры Той же сложности Которые мы рисуем Но набросочки Они просто Небольшого размера Коротенькие И практически без измерений Делаются Наброски Очень полезно Очень полезно Это Очень важно Ну вот Гипсовая ваза Здесь основная мысль Ключевая Проговаривается Зачем мы ее рисуем Как набор геометрических тел С этой же точки зрения Можете какие-то Фэнтезийные задания делать Да Там не знаю Там условно говоря Космический корабль Какой-нибудь нарисовать Есть такое задание Еще врезки Да Врезки По сути это же тоже Разновидность резок То есть врезки Это что Это комбинация геометрических тел Вот как-то друг к другу Разными Разными способами Их можно делать Как длительно Так и коротенькие Это очень полезно Вот Ну вот вазу Видите Он замечательно так представляет То есть Наша же задача С нашим сознанием Работать Да Как бы научиться Воображать насквозь Эту структуру А нам первое время Ну я не знаю Кому как Мне было сложно Да и сейчас бывает Иногда что-то сложно Выобразить как структуру Поэтому нам надо В этом плане Себя опинать Вот здесь он делит На тела Геометрических Которых состоит Да То что вот эта часть Это конус Допустим Здесь тоже конус Тут вот Ну Такая яйцеобразная Такая форма И так далее Это все очень полезно Именно Когда мы не ограничиваемся В нашем построении Просто там Три эллипса Нарисовал Помучался И все А когда мы пытаемся Сечения нарисовать Вот это тогда полезно Потому что Действительно Предмет превращается В некую структуру И мы Сами по-другому Начинаем воспринимать Мы сами меняемся Мы получаем пользу Вот Ну вот Тут какие-то уже Натюрмортики пошли Какие-то объекты Вот И он говорит О тоне Здесь Это все Я думаю Что все полезно Безусловно Вот Но надо понимать Что основная идея Связанная С тоном Это то Что мы Научиться Целостно И верно Воспринимать Всю ситуацию Целиком Потому что Мы с тоном Путаемся К сожалению Вот Очень много Люди Тут есть стереотипы Люди почему-то Думают Что у них Проблема со штрихом А проблема У них с тоном А критерий Очень простой Отойдем на расстояние Мы на рисунках Не увидим штриха Хорошие рисунки Будут хорошо работать А не очень хорошие Будут дробно смотреться И непонятно Все будет сливаться В одну непонятную массу Почему? Это и есть проблема С тоном А то что штрих Неаккуратный Ну понимаете как Ну Это уже дело Десятое Потому что Потом вам его Даже если вы Сделаете себе Сейчас идеальный штрих Вам потом Его в жизни Почти что Некуда будет Его применить Поэтому хорошо Когда хороший штрих Но Можно пережить Без штриха Можно штрих иметь Ужасный И прекрасные рисунки Могут быть при этом А вот Тональность Нам надо научиться С вами наблюдать И Вот здесь Идет речь О натюрмортиках Тут надо конечно Понимать что Ключевым моментом Является обязательно Рисовать маленькие Эскизики в тоне Ну и Натюрморт Это так же построение То есть Мы вот это все Должны построить Другое дело Что если мы К этому моменту Уже научились Строить хорошо То в принципе Здесь Можно супер Подробно Не строить Именно в этом случае Именно в этом случае Ну и желательно Чтобы это решали Не вы А ваш преподаватель Ну и Вот Всевозможные Уже пошли детали Которые Ну Честно говоря Мне кажется Что можно Этим не заниматься Вот Ну Может быть Я заблуждаюсь Мне кажется Что Рисовать капитель Надо только В том случае Если вам ее нужно Сдавать на экзаменах То есть Это безусловно Полезно Конечно Более вот эти Сложные формы Они полезны Но Дамы и господа Мы же понимаем Что много чего полезного Мы можем Любой этап Усложнить Надо понимать Куда мы идем И зачем Чтобы вот эти этапы Мы все время брали То что действительно Необходимо И Обходились без того Без чего можно обойтись Потому что Основная нагрузка У нас конечно Должна на период Портрета И фигура человека Приходится Но С другой стороны Слабыми В Построениях Мы не должны быть То есть Мы должны Мочь при необходимости Капитель нарисовать Все таки Но С другой стороны Мне кажется Что Времени на это Тратить Ну Механическая же работа Хотя Она конечно Включает Воображение Во многом Потому что Ты вынужден Все это Как структуру Представить Ты становишься Сильнее Но Точно так же Эти вещи Включает Рисование Головы Человека Поэтому Тут большой вопрос И вот Тот же самый Тот же самый Вопрос Про розетки То есть Это в целом Полезно Но надо понимать Что Есть вещи Без которых Никак нельзя Обойтись А есть вещи Которые Можно Как-то Немножко Пожертвовать Или Пройти Скажем Принципиально Поняв И двигаться Дальше Но Это Мое личное Мнение Тут Вот Рисование Интерьера Очень полезно Очень полезно Безусловно Вот И Очень полезно Конечно Первые разы Хорошо Все-таки Строить Потому что Это очень Сильно Включает Воображение Вот Понятно Что мы На интерьере Можем не специализироваться Другое Необходимость Изобразить Интерьер Она все-таки В жизни Очень часто Бывает Гораздо Чаще Чем Необходимость Изобразить Капитель Ну И В общем-то Эти вещи Все сопоставимы Так же Как и Эти Врезки То есть Вы видите Что на самом деле Вот это вот Идут задания Одного типа Это некие Сложные Или Относительно Сложные Структуры В пространстве И Практически С самого начала Книги Идет в основном Вот это Для того Чтобы мы Вот этими структурами Научились воспринимать И когда мы Их рисуем Из воображения Это полезно Но когда мы Это рисуем С натуры И не можем Нормально взять Разворот Это тоже Сверх полезно То есть Получается так Что самая польза От задания Наступает Когда тебе тяжело Тяжело Ничего не получается Но ты все равно Продолжаешь Это дело делать Вот в этот момент От этого задания Наступает польза Рисование экстерьеров Мне кажется Не только тут полезно С точки зрения перспективы Но с другой стороны Это чрезвычайно Увлекательное занятие Потому что правда Ну вот По крайней мере Автор здесь Это наглядно Демонстрирует Тем что он берет Очень образные домики Замечательные Которые на самом деле Наверное Можно увидеть В каких-то старых городках Имеющих либо отношение К средневековью Либо к периоду модерна Вот Но в любом случае Имеет смысл Идти куда-то В старую часть города Наиболее образные здания И конечно Ну понятно Что это Мне кажется Очень увлекает Это занятие Тем более Что тут выход Сразу идет На красивую графику Видите Как здесь Совершенно по-другому Идет уже работа Карандашом То есть Карандаш начинает Раскрывать Свою красоту Вот Но и каких-то Сильных проблем Не должно быть С перспективой То есть нужно Чтобы с перспективой Мы здесь Ну разбирались Достаточно быстро И эффективно Но в то же время Не ставя себе задачи Построить все идеально Потому что Иначе у вас Никаких зарисовок Не будет Просто будет Торможение И зависание Вот Но можно В общем-то И другими материалами Графическими Делать Это тоже Все полезно Безусловно Видите Какие Прекрасные Интересные У нас есть Города В нашей стране Так что Мне кажется Что Это задание На самом деле Оно в программе Недооценено И оно является Одним из Ну может быть В чем-то Самых увлекательных В чем И видите Что интересно Что стиль Графической работы Может быть По возможности Созвучен Натуре Какая у натура Музыка Такая же музыка Может быть И у Самих Самой Манеры Если можно Так выразиться Работы Вот Видите Какие интересные Вещи здесь Вот И вот Следующий у нас Идет раздел Наверное Давайте мы Попробуем его В следующей серии Как-то Проговорить Вот Спасибо вам Дамы и господа За внимание Всего вам доброго Хороших вам рисунков До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров